Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регионов. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Не откладывать на завтра работу. Меронапа Сергей Сергеев напомнил чиновникам принцип успешной работы. Памятная дата 15 февраля исполнится 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Пропуск в полуфинал открытой молодежной лиги КВН получили 6 из 8 команд. Студенческая спартакиада прошла в спортивной школе «Виктория». Вечную истину – не откладывать на завтра работу, напомнил Меронапа Сергей Сергеев чиновникам на планерном совещании. И призвал глав сельских округов включаться активнее в общую работу администрации муниципального образования. За неделю межведомственные дежурные группы проверили 51 иностранного гражданина, 14 перевлекли к административной ответственности. За нарушение правил проживания и трудоустройства два выходца из Узбекистана оплатили по 5000 штрафа и принудительно выехали из России. О работе сотрудников миграционной службы за минувшие 7 дней отчитался начальник миграционной службы Андрей Дубошин. За прошедшую неделю в отделе УФМС в городе-курорте Анапур поставлено миграционный учет 223 иностранных гражданина. Проведено 6 проверочных мероприятий. По результатам резных проверок составлено 24 административных материала. Из них 5 – это за незаконное проживание на территории Российской Федерации, 7 – за незаконную трудовую деятельность, 12 – за неоплату штрафных санкций. На прошлой неделе вынесено судебное решение по факту нарушения закона работодателям. За привлечение нелегальных работников нарушитель поплатился штраф в 5 миллионов рублей. 6 числа при незаконной трудовой деятельности нами было задержано 4 африканских гражданина. Это один гражданин Гвинии и три гражданина Кодилуара, которые осуществляли у нас незаконную строительную деятельность. Тут бы хотел отметить взаимодействие с нашей общественной деятельностью. Супер Алексеевич провел хорошую воспитательную беседу. Данные граждане прибыли к нам на камни из Ростовской области. В 9 утра взяли лоббаты в руки. В 11 мы уже получили информацию. И в тот же день данные граждане с судебным решением были отправлены в Капанской приемник распределить. Отметили работу общественников. По их сигналам о нелегалах специалисты проводят проверки. И результаты такого взаимодействия заметны. Непрошенных гостей в Анапе стало значительно меньше. В администрации города-курорта пересмотрят регламент оформления документов. Вице-мэронапы Светлана Ировая напомнила. Ревизия земельных участков сельхозназначения продолжится. Продолжат выявлять должников специалисты налоговой службы и судебной приставы. Сформированы 5 мобильных групп. В 2013 году сократилось число предпринимателей. Мэронапы Сергей Сергеев поручил проанализировать, какие именно категории отказываются от бизнеса и почему. Тот, кто зарегистрирован налоговой, они платят налог. А тот, кто под черным флагом, он налог не платит. Значит, у них можно демплировать ценами, расцены. Вот они нам и расскажут, что вы не контролируете. Здесь заряжают все коммунители. Едут с Тимрюка, с Краснодара, с Майкопа, с Белоресинска. Работают торсистами. Мы идем в СИЗО. То снижение, которое есть, мы людям должны бежимно оприяться на все заводы. Нашим, я еще раз подчеркну, нашим бизнесом. Я эгоист в этом плане. Меня Тимрюк меньше всего интересует. Понимаете? Пусть не обижается на меня Иван Николаевич. Меня интересует она. К июню завершат ремонтные работы в роддоме. Предприятие «Альфастрой» проводит работы согласно графику. Сергей Сергеев предупредил. Своевременная оплата работникам поступит, если все обязательства по ремонту выполнят в полном объеме и в срок. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков указал ответственным на недостаток в работе. У санатория «Элада» на Пионерском проспекте после ливней лужа стоит по несколько дней. На этой неделе хозяев всех предприятий и магазинов обяжут установить урны в едином стиле. И 12 февраля в Витязеве начнет работать 21-я ежегодная выставка-ярмарка «Анапа. Самое яркое солнце России». Анапчане выступят организаторами и участниками большого мероприятия, представят свою продукцию и услуги. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. И к другим темам. 15 февраля в России отмечают важную памятную дату. 25 лет назад в этот день завершился вывод советских войск из Афганистана. Выставка рисунков, книжная выставка о войне и через 25 лет открываются новые факты. Старые раны не затягиваются. Во время боевых действий в Афганистане в анапских семьях оплакивали горе. Сыновья навсегда остались на войне. Накануне памятной даты, 25 лет прошло после вывода советских войск из Афганистана, почтить память погибших пришли сослуживцы, участники боевых действий, участники Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». На счету героя Советского Союза Георгия Хаустова, летчика 734 боевых вылета. Это была очень непростая операция. Потребовало много усилий, организационных способностей и умений для того, чтобы вывести наши войска без потерь. И текст присяги герой помнит до сих пор и все так же верит. Тогда все они выполняли долг. По-другому нельзя было. В юбилейный год учреждены медали. Наградили Александра Викторовича Касьяна. Еще двоих участников боевых действий и вывода войск ждет награждение. То, что сделали вы, то, что сделали те, кого здесь нет, я считаю, это великие героические поступки. Поэтому позвольте мне от имени Сергея Павловича Сергеева искренне вас поздравить с праздником, с датой, посвященной выводу, с 25-летием. В Анапе, первом городе на Кубани, установили памятник воинам-интернационалистам. 15 февраля по традиции в сквере боевой славы анапчане вспомнят погибших и минутой молчания отдадут дань памяти ушедшим героям. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Возвращение к истокам. Главная идея конного перехода казачат из станицы Гастагаевской в станицу Анапскую. Анапское районное казачье общество проводит очередное практическое занятие в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. На конечном пункте перехода у Вечного огня в парке станицы Анапской казаков встретила наша съемочная группа. С хлебом и солью по русскому обычаю встречали юный казачат из станицы Анапской, своих коллег и однокашников из станицы Гастагаевской. Гастагаевским казакам нас! Ура! 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 Еще караваи казаки всегда делят с верным другом конем. И это уже казачьи обычаи. Участники перехода доставили от учеников казачьих классов школы номер 15 письмо своим коллегам-казачатам школы номер 12. А в ответ получили памятный вымпел, как первым участникам первого конного перехода. Ребята восприняли конный поход как приключение. Но чтобы это путешествие стало приятным, основательно подготовились. Нужно было научиться ездить и обращаться с конями. С лошадьми я занимаюсь с того момента, как построили конюшню. То есть это уже третий год. Вообще они очень давно мне полюбились эти лошади. Это любовь. И пойду учиться на тренера наездника лошадей. Интересно. Потому что на долгое расстояние поехали, что нас здесь ждут, что казаки. Что чтим историю. Этот поход из Гастагаевской в Анапскую первый, но не последний в рамках месячника. В 2007 году мы начали проводить спартакиады с казачатами. Потом на следующий год уже в 2008-м слеты трехсуточные. А сейчас вот совершаем первый конный переход из станицы Гастагаевской в станицу Анапскую. Но у нас такие переходы в этом году будут уже в течение месячника с хутора Уташ в хутор Чекон. Потом гастагаевцы совершат переход еще в Юровку. Мы хотим, чтобы наши казачата, подрастающие молодежь России, Кубани, были патриотами своей Родины. Казачата знакомились, общались. Все вместе ели традиционную гречневую кашу. Учились гостеприимству. Так закладываются основы крепкой казачьей дружбы. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Юмор – это профессия. И как в любом другом деле, хороших специалистов и профессионалов ценят. Жюри оценило команду Института береговой охраны ФСБ на 5-0. Круглые отличники четвертьфинала обеспечили себе пропуск в полуфинал. Название команд – первая заявка на удачную шутку. Доктор Пеппер – команда РГСУ. Сочинцы назвали свою команду «Жара». Рожденные в тельняшках с претензией на удачу по жизни легко расправились со всеми соперниками по четвертьфиналу. Это их выступление аплодировали несколько минут. Их стендапы и шутки в разминке вызывали взрывы смеха в зале. А на детской площадке сразу видно, у кого отец моряк. Ребят, не скажем, не оставь. Стоит домой. Опять не успел. Пока, ребят. Завтра еще выиграем. Во второй четверти финала за выход в полуфинал играли две команды гостей – ФБР из Новороссийска и Пятница из Геленджика. Новороссийск продолжит бороться за кубок открытой Анапской лиги. Геленджик по результатам игры остался за бортом. Знаете, шутить про то, чего вы не знаете и чему я буду свидетелем, знаете, там открылось, не открылось. Вы в общем смотрите. За игру спасибо, не обессудьте, если кто-то на меня после подъема оценок обидится. Ребят, огромное спасибо залу, который принимал замечательная команда. Мы им аплодируем этим людям, которые вынуждены, были приняты для игру, какая-то есть. Очень обидно будет, если все-таки вас распределят на Камчатку или Севастополь. Пацаны, они оставят здесь в институте. Анапский КВ реально приобрел с вами свой колорит военный. Вам спасибо за это. В полуфинал вышли ФБР Новороссийск, команда «Доктор Пеппер» РГСУ, семья Кубгау, жара Сочинского и рожденные в тельняшках. Фавориты конкурса и признанные победители по оценкам жюри и аплодисментам зрителей. И пусть говорят, что КВН нынче стал не тот. Каждая игра в Анапе по-прежнему праздник шуток и традиционная, ожидаемая молодежная тусовка. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа-регион. Новости спорта в продолжении выпуска. Студенты вузов и СУЗов Анапы продолжают бороться за звание самого спортивного учебного заведения в этом году. На четвертой студенческой спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди молодежи. Алина Гумирова продолжит тему. На торжественной церемонии открытия соревнований по военному многоборью подвели итоги прошедших двух этапов – кросс и пулевая стрельба с пневматической винтовки. Лучик стрелков и бегунов наградили медалями и грамотами, а команды – кубками и дипломами. На новом этапе спартакиады участники соревновались в двух конкурсах – станции военно-спортивная эстафета. Юноши ловко справились со всеми заданиями – отжимались, подтягивались, заряжали магазин патронами, собирали и разбирали автомат Калашникова. Причем с АК-74 в некоторых командах девушки справлялись также ловко. Научилась я еще в школе, ну просто нравилось это как-то. Раньше не участвовала в соревнованиях, как бы в институт поступила, как бы начала участвовать, и ну мне нравится это. Болельщики поддерживали участников команд на протяжении всего состязания. По мнению организаторов мероприятия, такие военно-спортивные соревнования воспитывают патриотизм у подрастающего поколения, пропагандируют здоровый образ жизни, подготавливают молодежь к военнослужбе. Я считаю, такие соревнования очень нужны для спортсменов, молодых. Они укрепляют патриотизм, силу, дух и соперничество между собой. По результатам этого этапа спартакиады жюри не смогли сразу определить победителей. Одна из команд нарушила правила соревнований. Итоговые баллы, набранные на состязаниях, пересмотрели. Среди вузов победителями стали студенты Анапского филиала университета имени Шолохова, второе место за студентами КубГАУ, третий – Анапский филиал РГСУ. Призовые места студенты среднеспециальных учебных заведений распределили так. На первом месте команда Анапского колледжа «Сфера услуг». АИД взял серебро. Бронзу завоевали студенты Анапского сельскохозяйственного техникума. Алина Гумерова, Максим Логоши, Анапа. Регион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 12 февраля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 8-10, ночью до плюс 7 градусов по Цельсию. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 6 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333.